Скаутский галстук не только символ организации, но и незаменимый в походе предмет. Он может защитить от пыли и дыма, стать кузовком или даже крепежом для шалаша. Йонным разведчикам стараются преподнести материал в игровой форме. Через песни, конкурсы, викторины они лучше усваивают материал и могут закрепить его на практике. Один из методов скаутинга, кстати, это воспитание на лоне природы. Потому что считается, что именно на лоне природы ребята, дети раскрываются лучше, с ними легче работать. И они больше получают необходимых знаний. И самое главное, создается именно такая атмосфера для общения, укрепления дружбы. В Анапе действуют две группы разведчиков – дружины Гаргипия и Анапа. Возрастных ограничений практически нет. Коллектив объединяет общие цели, интересы, а главное – желание творить добрые дела. У нас вообще организация, я считаю, патриотическая, воспитывает патриотизм. У нас нету Павликов Морозовых, у нас и не будет таких. У нас именно дети никогда не придадут своих родителей, своего друга, свою Анапу, родину. Каждый участник может получить третий, второй и первый разряды. Всех новичков принимают под званием «белочек». Для того, чтобы подняться по ранговой лестнице, они должны сдать экзамены на практике. Основы выживания в природе – один из основных предметов. В игровой форме юные разведчики учатся вязать узлы, ставить палатки и находят множество применений привычным вещам. Разжигать костры, ставить палатки, чистить картошку. Мне понравилась вся эта энергетика, которая притягивает и дальше ребят в эту организацию. Полученные знания разведчики успешно применяют на практике в палаточных лагерях и походах. В копилке скаутов десятки грамот и множество фотографий из путешествий. Их команда бывала даже в Архызе и международном лагере Польши. А в весенние каникулы ребята побывали на территории православного лагеря в поселке Джубга. Это не последнее их путешествие. Уже сейчас скауты планируют расписание на лето. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Регион.